Рахмед Мбет. Ну а мы продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. Известная спортсменка по борьбе подозревается в том, что держала в рабстве человека. Что известно о преступлении? Потерпевшие по делу Хасана Косымбаева, подозреваемого в избиении и похищении Армана Алимова, теперь находятся под охраной. Какие подробности рассказала мать потерпевшего? Взрыв в котельной произошел в Кустанайской области. Есть ли жертвы и пострадавшие? Жители Акмолинской области боятся потерять законные участки. Кто положил глаз на земли сельчан и почему их могут отнять? Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах. О том, чем запомнилась главная избирательная гонка, за которой следил весь мир. А теперь об этих и других новостях более подробно в ближайшие полчаса. Семью чемпионки Азии по женской борьбе из Североказахстанской области подозревают в удержании человека в рабстве. Ранее 23-летний житель Алматинской области Мукан Нигматов заявил, что его обманным путем заманили в село Жаскайрат у Алихановского района и удерживали насильно на территории частного дома. По словам его адвоката, изначально парню предложили зарплату в 500-600 тысяч тенге. В итоге за работу платить никто не планировал. В течение 10 месяцев Мукан трудился бесплатно, проживая в бане и скудно питаясь. Об условиях своей жизни в неволе он рассказал своему представителю. Когда просил зарплату, они в ответ утверждали, что они не выдадут ему зарплату. На что Мукан воспротивился, пояснял, что он уйдет. Он сказал, что если ты уйдешь, мы напишем на тебя заявление о том, что ты украл у нас такие-таки вещи. Он, не имея юридического образования, испугался. Первая попытка об обега была, но безуспешна. Так как его поймали, избили. Со слов потерпевшего, во время избиения ему повредили ухо и отобрали телефон. На связь с родными Мукан выходил только под принуждением, чтобы у родственников не возникало подозрений, говорит адвокат. Парня спас счастливый случай. Он воспользовался телефоном соседского мальчика, позвонил брату, который сумел перевести на этот номер деньги. Дождавшись, когда хозяева дома отвлекутся, молодой человек сбежал. Это было в конце июля. Потерпевший два дня опрятался в камышах и пил дождевую воду, прежде чем добрался домой. Уголовное дело возбудили спустя месяцы. Проводится тщательное расследование всех обстоятельств уголовного дела. Департамент полиции Рокзанской области подчеркивает нулевую терпимость к любым формам эксплуатации и нарушению прав человека. Все доводы и утверждения тщательно проверяются в соответствии с действующим законодательством. Иные данные до свидетельного расследования в интересах следствия на основании статьи 21 Уголовного процессуального кодекса Республика страны. Разглашение не подлежит. Потерпевшие по делу Хасана Косымбаева находятся под охраной. Об этом сегодня рассказала на специальном брифинге мать Армана Алимова, которого три года назад жестоко избили и похитили в Толгаре. Напомню, инцидент с избиением батьца ММА произошел 17 июня 2021 и попал на камеры уличного наблюдения, чем вызвал серьезный общественный резонанс. По словам матери Алимова, ее сын получил травмы головы, а также из-за побоев битыми дубинками повредил легкие, после чего полтора года провел в туберкулезном диспансере. В Толгарском райсуде привлекли к ответственности троих фигурантов дела. Вместо пяти основного заказчика преступления отмечает мать потерпевшего. Когда из зала суда их отпустили, я подала на апелляцию, была не согласна. Почему задержали троих, почему не задержали Косымбаева, Хасана. Двое были в бегах, их тоже не искали. В этот момент, пока они ходили под апелляцией, они совершают еще более тяжкое преступление. В Алмате, в Алмалинском районе, в караоке-баре, они убивают еще одного мальчика, парня молодого. После долгих судебных тяжб за избиение и похищение Армана Алимова, двоим, которые были ранее уже судимы, дали по 10 лет лишения свободы. Еще двоим по 9 лет. Тому, кто находился в бегах и совершил после нападения на Армана убийство в Алматы, в общей сложности дали 22 года заключения. Если причастность задержанного Косымбаева в избиении и похищении Алимова подтвердится, ему может грозить до 9 лет лишения свободы. Здание котельной обрушилось из-за взрывов в Кустанайской области. Один человек пострадал. ЧП произошло в районном центре села Амангельды на территории отдельно стоящей котельной домокультуры, которая обрушилась. Там, по предварительным данным, лопнул котел, установленный в 2022 году. На месте происшествия обнаружен мужчина 1969 года и доставлен в больницу. В район направили бригаду анестезиологов для решения вопроса транспортировки пострадавшего в региональную больницу Аркалыка. Разрушенный объект обеспечивал теплом три двухэтажных жилых дома, а также здание суда, музея и дома культуры. Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована модульная котельная, готовая к установке. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения. Люди не останутся без отопления. А теперь перенесемся в Акмолинскую область. В регионе разгорается скандал вокруг земель близ государственного национального парка. Жители Бурабайского района жалуются на действия прокуроров. По их словам, им стало известно, что более тысячи участков, несмотря на наличие разрешительных документов, могут быть изъяты у их владельцев и переданы в собственность местного нацпарка. Мнение сторон выслушала Оксана Матасова. Жители микрорайонов Санаторий Щучинский, Санаторий Светлой и части города Щучинска и Борового бьют тревогу. Люди заявляют, что после проверки прокуратуры они могут лишиться своих земельных участков. У кого-то на них размещены хозпостройки, у других объекты бизнеса. При этом у каждого на руках есть все необходимые документы на право собственности. Мы жили здесь кто 60 лет, кто 70 лет, кто 80 лет. Мы жили на этих территориях. Нам в свое время разрешили все приватизировать. Кто даже не успел, ну у кого не хватило акций, они покупали за свои деньги. И теперь прокуратура приходит и говорит, что все это не ваше. На каком основании это не наше, если в свое время это было сделано. Происходят какие-то странные вещи, то есть какой-то противозаконие. Мы, конечно, обеспокоены этим всем происходящим. Потому что очень много лет вкладывались финансы в развитие своего бизнеса, этой территории. А сейчас мы сталкиваемся с такими проблемами. Но больше всего жители обеспокоены тем, что нигде не могут получить достоверную информацию, почему именно их участки оказались вне закона. И почему изъятые земли хотят отдать собственность Госнацпарка Бурабай. Ведь выданы они были задолго до момента его создания. Признают это и чиновники, но также не могут объяснить причину, ссылаясь на то, что решение принимала прокуратура. В прошлом году была открыта проверка прокуратуры о проверке земельных участков, которые были якобы выданы на территории ГМПП, то есть в национальном парке. В связи с этим длилась она около года. По результатам этих проверок сказали, что выданы более 1060 земельных участков, предоставлены незаконно. В связи с этим были выяснены два протеста прокуратуры Ахмоленской области. Местные жители уже написали обращение в Акимат района. Следующим шагом станет письмо к Акиму области и в вышестоящие структуры. В прокуратуре региона отказались от комментариев, отметив, что на сегодняшний день нарушения выявлены и проверка продолжается. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, телеканал Алматы, Ахмоленская область. В Костанае дольщики не могут вернуть деньги, вложенные в строительство многоэтажки. Не дождавшись заветных квадратных метров, люди решили расторгнуть договор с застройщиком. Но вот их кровные компания все еще не вернула. Почему дом так и не достроили? И правда ли, что средства с дольщиков брали незаконно? Расскажет Елисей Томашевская. В недостроенном жилом комплексе «Семья» эти жители стали почти друг другу родными. Вот только объединила их одна беда. Они оказались обманутыми дольщиками. Люди внесли по несколько миллионов в строящийся ЖК, чтобы получить квартиры в привлекательном спальном районе. Но остались без собственного угла и денег. У меня родители продали свою квартиру и решили деньги вложить сюда, чтобы к старости жить нормально. И получается, вложили все деньги и все. И сейчас родителям у меня 70 лет, и они вынуждены снимать квартиру, животное съемное к жилье. Сюда ходить они не могут. Мы с дочкой взяли инициативу и ходим по судам, по всем инстанциям, чтобы им хотя бы выплатили деньги. Чтобы хотя бы на эти деньги они взяли хоть малосемейку, хоть что-то взяли. Компания строится и уже не первый дом построили. Как бы было доверие. В интернете они писали, что у них есть гарантия на строительство. Поэтому мы спокойно, без сомнений. Когда люди поняли, что в ближайшее время жилья им не видать, решили расторгнуть договор. Но деньги им так и не выплатили. Позже в суде пострадавшие заключили медиативное соглашение с застройщиком. И он обещал рассчитаться в течение месяца. Но слова не сдержал. Когда стали разбираться, то выяснилось, что и гарантий никакой у застройщика не было. В прокуратуре дело держат на контроле и сообщили, что в июле привлекли предприятие к административной ответственности и оштрафовали за нарушение требований законодательного акта о долевом участии. В данном случае состава правонарушения предусмотренного уголовного кодекса не предусмотрено. Не имеется, точнее. Поскольку данное предприятие фактически имеет право на застройку. То есть все разрешительные документы имеются. Однако именно разрешение на привлечение средств договорщиков у него отсутствует. Вообще бы хотелось сказать, что на территории города на самом деле право на привлечение средств договорщиков имеет только два предприятия. Застройщик пообещал, что возместит деньги до конца года. Также отметил, что достроить дом пока не получается из-за снижения спроса на жилье. Между тем в компетентных органах сообщили, что в судебном порядке у жителей есть возможность взыскать принудительно свои деньги. И уже не заключать никаких мировых соглашений. Елисея Томашевская, телеканал Алматы, Костанай. Вы смотрите итоговые новости. Вот что вас ждет во второй части выпуска. Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах. О том, чем запомнилась главная избирательная гонка, за которой следил весь мир. Минпросвещение предлагает усилить контроль за учреждениями дошкольного образования. Что это значит и почему депутаты против. А в Минтруда предложили отменить пенсии для работающих. Искажение слов или истинно где-то рядом. Как глава ведомства объяснила свои же реформы. Время итоговых новостей. Мы продолжаем. Бишкек объявлен цифровой столицей организации тюркских государств на 2025 год. Соответствующие документы подписаны в рамках саммита организации тюркских государств. Президент Казахстана Касым Жамартукаев прибыл во дворец Интамах-Орда, где его встретил коллега Садыржапар. Глава государства в своем выступлении отметил, что соглашение о партнерстве в области цифровой экономики представляет важное значение для организации. Он акцентировал внимание на развитие человеческого капитала и укреплении сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. Значительную роль, в котором может сыграть Тюркский инвестиционный фонд, отмечу. По итогам заседания члены организации тюркских государств подписали порядка 8 документов о сотрудничестве. Тюркский инвестиционный фонд проводит качественную работу. На сегодняшнем саммите наши кыргызские братья подняли темы экономической интеграции, устойчивого развития цифрового будущего и безопасности. За последние 10 лет между членами организации укрепились экономические связи. В этом году объем взаимной торговли превысил 45 миллиардов долларов. Этот показатель можно увеличить. У нас есть все возможности для этого. Касым Жамар-Тукаев поздравил Дональда Трампа с убедительной победой на президентских выборах. Сегодня стало известно, что Трамп одерживает уверенную победу над вице-президентом Камалой Харрис. По предварительным данным, кандидат от республиканцев набрал более 270 голосов выборщиков. Официальные результаты станут известны только в начале января. Подробнее о политическом событии расскажет наш корреспондент Владислав Ивашенко. Нынешние выборы в США запомнятся для американцев надолго. Они стали самыми дорогими в истории Америки. По предварительным подсчетам потрачено практически 16 миллиардов долларов. И это далеко не единственный неожиданный поворот. Надолго в памяти избирателя останется покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Кандидат в президенты остался жив чудом. Его судьбу решили считанные сантиметры. Чтобы увидеть график, я начал поворачиваться вправо. Но, слава богу, не успел повернуться дальше. Тогда я услышал громкий свистящий звук и почувствовал, как меня что-то очень сильно ударило по правому уху. И я подумал, ничего себе, это может быть только пуля. Через несколько дней после покушения на Трампа Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. После провального выступления на него стали давить однопартийцы. Сам же Байден сказал, что просто хочет погрузиться в работу до окончания своего срока на посту главы штатов. Позже Байден предложил выдвинуть вместо него вице-президента Демократической партии Камалу Харрис. Наследие Джо Байдена на протяжении вот уже трех лет не имеет аналогов современной истории. Каждый день наш президент Джо Байден сражается за американский народ. И мы глубоко признательны ему за его служение нашей стране. Трамп уже почувствовал вкус победы. Он прибыл во Флориду, чтобы встретиться со своими сторонниками. С трибуны он объявил себя 47-м президентом США. Республиканцы уже поздравили с победой лидера нескольких стран. Франции, Венгрии, Австрии, Сербии и Сальвадора. Честно говоря, я считаю, что это было лучшее политическое движение всех времен. Очевидно, что это политическая победа. Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом. Каждый день я буду бороться за вас. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают дети. И вы этого заслуживаете. Что касается Камалы Харрис, после самопровозглашения Трампа она и вовсе пропала с радаров. Кандидат от демократов не появилась на своей выборной вечеринке в Вашингтоне. Напомним, официальные результаты будут известны еще не скоро. А инаугурация президента состоится 20 января 2025 года. Владислав Ивашенко, телеканал Алматы. И к новостям в нашей стране. Нешуточные дебаты за лицензирование частных детских садов развернулись в Можелесе. Сегодня там обсуждали изменение закона по вопросам образования и защиты прав ребенка. Проект, представленный Министерством просвещения, предлагает усилить контроль за учреждениями дошкольного образования. Однако некоторые депутаты считают, что резкое изменение правила повлечет за собой проблемы. Даля Насипова расскажет подробности. Несчастные случаи, рукоприкладство, ненадлежащее обращение с детьми, периодически просачивающиеся в интернет-кадры с камер видеонаблюдения. Как правило, все это происходит в частных садиках. Вопрос об ужесточении контроля за тем, кто и как предоставляет услуги дошколятам по госзаказу, назрел давно. Министр просвещения Гани Бесимбаев представил в Мажелесе проект закона, по которому частные детсады обяжут получать лицензии. Некоторые депутаты уверены, что это задушит бизнес. Частное образование спасло нашу страну, когда детей некуда было везти, когда распродали государственные здания. И когда наши дети оказались без ничего, и люди откликнулись. И они, в общем-то, сделали качественное образование. Детские сады в коттеджах открывались, их субсидировали на протяжении 10-15 лет. Прошло время, пришло время, да? Сейчас мы говорим, у вас целевое назначение неправильное. Ну давайте тогда вместе как-то сообщать, решать. Как мы закрывали глаза на протяжении многих лет на эти вопросы? Это тоже несправедливо. Однако не все народные избранники сходятся во мнении. Мурат Абенов утверждает, что летом, как и его коллеги, встречался с владельцами детсадов. И те, кто ведет честный бизнес, не страшатся проверок и лицензирования. Они говорят, сделайте нормальные правила игры. Мы готовы нормально конкурировать с государствами, но у вас некоторые сады понадкрывались, оказывают давление на акиматы, оказывают давление на министерства, и не позволяют осуществлять контроль. Если бизнес работает честно, он не должен ничего бояться. Главная цель поправок – обеспечить детям безопасность и качественное образование, уверяет министр просвещения. Никто не намерен применять карательные меры и в одночасье менять правила для бизнеса. Есть отлагательные варианты, которые говорят, одна сторона до 29-го года, другая – 27-го года. Я считаю, при обсуждении, насколько времени нужно для подготовки, надо просчитать. Мы это будем обсуждать с депутатами. И придя уже со всеми экспертами, будет принято решение, к какому году. По словам депутатов, сегодня половина всех казахстанских дошколят посещает частные садики. Среди владельцев дошкольных учреждений есть как порядочные, так и нечистые на руку, которые делают приписки и не обеспечивают образование детей должным образом. Несмотря на разногласия, проект закона в первом чтении одобрен. Даля Насипова, Данья Румар, телеканал Алматы, Астана. Минтруда предложила отменить пенсии для работающих. Именно так недели ранее громкие заголовки привлекли внимание казахстанцев и вызвали волну возмущения. Однако, как пояснила сама Светлана Жакупова, министра труда и социальной защиты, это искажение ее слов. Реальных изменений для нынешних пенсионеров не планируется. Она подчеркнула, в ближайшие годы никаких пенсионных реформ не запланировано. Объясняя, что предложения нацелены лишь на подготовку к будущему рынку труда. Говорилось о праве раннего выхода и отложенного выхода. И говорилось так, что если человек откладывает выход и желает работать, тогда ему пенсию не назначать. Это говорит о том, что состоявшимся пенсионерам приостанавливать выплаты, если они работают? Нет, конечно. Это только будущее. То, когда человек достигнет пенсионного возраста, и у него это будет право выбора. А сможет ли средняя пенсия в Казахстане обеспечить достойную жизнь? Отвечая на этот вопрос, Светлана Жакупова поделилась актуальными цифрами, уверяя, что пенсионные выплаты соответствуют международным стандартам. Средний размер сегодня составляет без учета накопительной пенсионной выплаты 131 тысячи тенге. Вместе с накопительной 162 тысячи. Для того, чтобы достаточно жить, вот средний размер сегодня, он составляет 45% от утраченного дохода. Международная организация труда рекомендует государствам обеспечивать не менее 40%. Сегодня Казахстан это обеспечивает. Более 220 миллиардов тенге потратил фонд медстрахования на лечение алматинцев. Много это или мало, и какие услуги чаще всего пользуются спросом, мы узнаем у нашего гостя. В студии директор алматинского филиала фонда медстрахования Ильяс Мухамеджан. Здравствуйте, Ильяс Тунгышканович. Добрый вечер. И первый вопрос к вам. Расскажите, как фонд медстрахования распределяет средства на лечение алматинцев и насколько эффективно тратятся деньги? Очень хороший вопрос. Наверное, он волнует не только алматинцев, сколько жителей всей нашей страны. Могу сказать, что фонд социального медстрахования администрирует два пакета. Это первый пакет в рамках ОСМС, и второй пакет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Бюджет этого года на город Ламаты составляет 336 миллиардов тенге. Из них 160 миллиардов это пакет ОСМС и 176 миллиардов гарантированного объема бесплатной помощи. При этом, если сравнить с прошлым годом, то рост идет на 17,5 миллиардов тенге. Конечно, вопрос, куда направляются деньги, он всегда актуален. Хочу отметить, что в первую очередь, конечно, направляется и планируются объемы под запросы и потребность населения. Это и заболеваемость, это и количество проводимых ранее операций, это объемы необходимых конструктивных услуг. Если взять чисто пакет ОСМС, то в этом году 97 миллиардов уже мы оплатили медорганизациям. Основную долю, конечно, занимает стационарная помощь. Это порядка 54 миллиардов тенге. На втором месте по потребляемости, это, конечно, популярные или доступные для населения услуги, конструктивные услуги, диагностические услуги. Это узкие специалисты, профильные, допустим, кардиохирурги. Это лабораторные обследования, УЗИ. К примеру, дорогостоящий исследователь КТ-МРТ на этот год, за эти 9 месяцев прошло уже 80 тысяч алматинцев на 1,3 миллиарда тенге. Это, наверное, самое популярное направление. Если же взять, скажем, оперативное лечение, то на первом месте, наверное, у нас все-таки операции из дорогостоящих, я имею в виду, это кардиохирургические. Более 5200 операций было сделано на сумму более 14 миллиардов тенге. Еще один популярный, наверное, такой направление, это, наверное, нейрохирургические операции. Таких операций за 9 месяцев было сделано более 3,5 тысяч на сумму 5,6 миллиардов тенге. Учитывая, что в Казахстане, в Алма-Ате, в частности, сконцентрировано очень много научных центров, я имею в виду, именно Алма-Ате, да, у нас доступна и высокотехнологическая медицинская помощь. Операции которых достигает несколько десятков миллионов. За текущие 9 месяцев было сделано операция на 14,5 миллиардов тенге. Ну, а такие операции, как замена коленного сустава, замена тазобедренного сустава, которые необходимы многим нашим гражданам, жителям нашего города, ввиду возрастных особенностей изменений, сделано 35,5 тысяч операций на 5,2 миллиарда тенге. А как же вот эти самые стоматологические услуги в рамках СМС? Да, на эти нужды население направлено в этом году 2,2 миллиарда тенге. Причем я бы хотел отметить, что отдельно у нас финансируется медицинская помощь детям из малообеспеченных семей, имеющих патологию челюстно-лицевой области, то есть ортодонтическая помощь. Фактически такая помощь ни в одной стране мира по факту не оказывается в рамках застрахованного случая. Такие возможности у нас есть, я обращаюсь ко всем жителям нашего города, тем детям, у которых есть проблемы челюстно-лицевой области, нужна ортодонтическая помощь, пусть обращаются в полиглинике по месту жительства и могут в рамках СМС получить эту помощь. Вот скажите, та сумма, которая была потрачена на лечение, она насколько превышает прошлый показатель? В количественном выражении на 17,5 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году, в этом году у нас запланированы объемы. Извиняюсь, при этом объемы и направления меняются с учетом изменений рынка, в частности я имею в виду потребности населения. К примеру, если взять доступные ныне, а ранее недоступные помощи к реабилитации, можно простой пример привести, что в 2019 году до СМС в Алма-Ате тратилось порядка 600 миллионов тенге на реабилитацию в этом году, на это запланировано и выделено 9,5 миллиардов тенге. То есть рост в 15 раз. Это именно те пациенты, которые нуждаются в реабилитации. К примеру, пациенты после травматологических, ортопедических операций, после нейрохирургических, инсульта, инфаркта, кардиохирургические операции. Все эти пациенты имеют возможность пройти в рамках СМС, естественно, помощь в реабилитационных центрах. Спасибо вам большое, Ильяс Тунгашканович, за то, что ответили на вопросы. Актуальные вопросы для наших телезрителей, они, надеюсь, очень полезны. Спасибо большое, успех вам в работе. Спасибо вам. Спасибо. Вопросы лечения горожан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета СМС. Мы говорили с директором алматинского филиала фунда медстрахования Ильясом Мухамеджаном. А мы продолжаем наш выпуск. Казахстанские аэропорты хотят сделать экологичными. В Алматы впервые проходит региональный семинар Green Airports. Он предоставляет уникальную платформу для внедрения новых технологий и экологически чистых источников энергии. Основная цель – обсудить ключевые направления создания и развития аэропортов с низким уровнем выбросов углекислого газа. Аида Иманали побывала на встрече. Новые технологии для снижения выбросов СО2, применения возобновляемых источников энергии в аэропортах, а также практические шаги для ускоренного внедрения экологического топлива в авиационную отрасль. Такие темы сегодня поднимали на региональном семинаре Green Airports. Спикеры рассмотрели подходы и технологии, которые позволяют значительно снизить экологический след аэропортов и сделать их более устойчивыми к климатическим вызовам. Особое внимание на сегодняшней встрече уделяется устойчивому авиационному топливу. Это один из самых перспективных направлений, способных существенно снизить углеродные выбросы в авиационной индустрии. Оно уже активно внедряется рядом ведущих авиакомпаний и аэропортов и может стать ключевым фактором в достижении амбициозных целей, установленных международной организацией гражданской авиации. Устойчивое авиационное топливо – это ключевая инновация, которая способна изменить будущее авиации. Его использование может снизить выбросы углекислого газа на десятки процентов, отметили эксперты. Европейский союз сейчас утверждает, что буквально в течение нескольких лет обязательно должно быть применение экологического чистого авиатоплива, над которым мы сейчас работаем. Подразделение Казмунайгаза, Казмунайгаз Аэра, сейчас занимается подготовкой производства так называемого САФ. Мы рады присутствовать здесь, в Казахстане. Казахстане на таком событии, которое однозначно внесет вклад в развитие авиационной индустрии в Казахстане. Мы заметили, что регулятивные меры, которые принимаются в вашей республике, не совсем адаптированы под нынешние реалии. Мы обсуждаем эти вопросы с вашим правительством, чтобы улучшить экономику страны. В центре внимания и использование возобновляемых источников энергии для поддержания работы аэропортов. Солнечные панели, ветряные турбины и другие технологии могут обеспечить аэропорты чистой энергией, уменьшив зависимость от традиционных углеводородных источников энергии. Развитие экологии и авиационной отрасли требует особого внимания. Мы, в свою очередь, улучшаем аэропорт. Как вы знаете, мы недавно открыли новый терминал раньше срока. Сейчас есть вещи, которые мы устраняем, в том числе и дренажные системы, вплоть до бомбоубежищ. В течение трех-четырех лет все будет привезено в идеальное состояние. Накануне Казахстан подписала декларацию Евразийской конференции гражданской авиации, куда вошли пять государств в Центральной Азии. Подписав ее, участники взяли на себя обязательства по совместной работе над решением общих проблем, обмену знаниями и технологиями. Евразийская конференция может стать важным инструментом формирования устойчивой и безопасной системы гражданской авиации, отвечающей современным вызовам. Аиды Иманалих, Ангель Дахмедханов, Телеканал МАТЫ. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам и аккаунтам, указанным на экране. Всего доброго. До встречи в эфире.